Привет, ты на канале K-Streamer, и с вами посмотрим свежий хоррор, симулятор вскрытия. Игрушка вышла 6 июня, и к текущему моменту набрала несколько десятков положительных обзоров в стиме. Я играл в демку, демка мне понравилась. Погнали смотреть полную версию. В демке у нас был, как я понимаю, пролог. Бюро судебно-медицинской экспертизы Питсвелла. Доктор Джек Хэнман, слушаю вас. Добрый вечер, это Кейт Брукс. Не уверенно, помните ли вы меня? Мы с вами разговаривали несколько недель назад о статье, над которой я работаю, о вашей жене. Я заглядывал в прошлую пятницу, хотел поговорить, но вас не было на месте. Пришлось попросить охранника, чтобы передать вам весточку от меня. Я бы хотел обсудить... Я вроде ясно дал вам понять, каков мой ответ, но так и быть. Повторю еще раз. Нет, перестаньте названивать мне. Хватит расспрашивать о моей жене. Протлятые журналисты, не дают мне работать. Не в лучшей форме, чтобы записывать лекцию для студентов. Чувствую себя... Да, мы проходили. Где оставил таблетки в этот раз? Найти таблетки в уборной. Здравствуйте, я Кейт Брукс, репортер из New Orleans Weekly. Никак не могу застать вас дома и начинаю подозревать, что вы намеренно меня избегаете. Мистер Хэнман. В любом случае, как вы знаете, мы бы хотели почтить память вашей жены, статью о ее научной работе. Будем рады с вами это обсудить. Оставлю вам свою визитку вместе с запиской. Хотел поговорить с вами по телефону сегодня вечером. Надеюсь, вы будете дома или в офисе. С уважением, Брукс. Мне определенно платят слишком мало за такое. Стивен не убрал за собой. В ближайшие несколько месяцев он мне не пригодится. Среда. Не самый любимый день, хотя понедельник намного хуже. Гадость. Неплохо было бы уже починить кофе-машину. Так, ну что? В туалет. Ладно, Джек, соберись. Принесите камеру из хранилища. Так, лаборатория. Откроют завтра. Соушел рум какой-то. Так, сторож. Не забыть бы на этот раз нажать на кнопку записи, да, Джек? Так. Здесь у нас свет. На случай его отключения. Надеюсь, с новым штативом проблем не будет. ВИЧС. Теперь выставим кадр. Сойдет. 20 ноября, 91 год, время 20.43. Запись лекции для студентов медицинского направления университета. Вскрытие производит Джек Хэнман. Добрый день всем. Приветствую вас в Прозекторской. Сегодня вас ждет весьма сомнительное удовольствие. Будете наблюдать за полным процессом вскрытия трупа. Тем, кто уже проводил аутопсию, это видео поможет освежить знания. А тем, кто знает о вскрытии только из учебников, я настоятельно не рекомендую смотреть после еды. Посмотреть на доску. Давайте начнем. Расскажите студентам, что важно в нашей профессии. На вас всегда должны быть надеты фартук, если есть вероятность, что можно что-то брызнуть. На случай пореза всегда иметь под рукой дезинфицирующее средство. Вряд ли заработаете отравление трупным ядом, но если у вас проблемы с почками или печенью, все вполне может кончиться диареей. Значит, фартук, маска, очки, перчатки, дезинфекция. На столе для вскрытия располагается труп. Он лежит, патологоанатом, стоит по правую руку от тела. Убедитесь, что все необходимые инструменты у вас под рукой, чтобы не тратить время на беготню по кабинету и поиски нужных, как обычно это бывает у меня. В процессе судебно-медицинской экспертизы сложно сохранить труп в его изначальном состоянии. Поэтому очень важно во время осмотра делать заметки и фотографировать все, на что вы хотели обратить особое внимание. Будьте терпеливы, проявите дотошность, и самое главное, не упускайте из виду ни одну деталь. Очень много травм, заметные буквально невооруженным глазом, но порой, чтобы добраться до истины, придется копнуть куда глубже. И напоследок, помните, ничто не научит вас так хорошо выстраивать логические цепочки вслух, как работа с мертвым. Привыкайте, скоро все вокруг будут думать, что вы разговариваете сами с собой. Так, ну это понятно. А, он говорит, отчет полиции нужен. Так, изучите материал дела. Так, а где это? На компе? Материалы из прошлых заключений. Так, увидим, что у меня будет. А, вот. Так, Police Evidence File. А покойного звали Тобиас Чемберс. В округе его знали, как старину Тоби. В последние пару лет у него не было постоянного места, видимо, работы. Так, купон на еду. Ну, 50 долларов. Для low and no income people. Труп был найден на стаинке автозаправки, где Тобиаса часто видели. Он просил здесь милостыню или предлагал водителям протереть стекла. Судя по всему, покойный был пьян. Рядом были найдены пустые бутылки, рваное импровизированное одеяло и предметы, указывающие на то, что он пытался развести огонь. Большую часть жизни он проработал в местном порту, где разгружал грузы. Его уволили за пьянство и драки. Сын Тобиаса владеет магазином стройматериалов. Жена мужчины ушла от него много лет назад. Оба с покойным не общались. Тело нашел сотрудник заправки во время утренней смены. Сперва он подумал, что в канаву кто-то выкинул ботинки и плащ. Но спустя несколько мгновений осознал, перед ним была не груда одежды, а тело мужчины. Вот и все. Стоит держать в голове, где именно обнаружили труп и что его окружало. Эти знания могут пригодиться, когда будете изучать раны и следы. Нельзя начинать процедуру без перчаток. Время сделать фотографии для отчета. Так, куда-то положил. Она должна быть. А, в ящике и стола. Вот. Так, сделать фотографии тела в полный рост. Так, фотография тела. Теперь сфотографируйте все раны, отметины на теле для отчета. Осмотрите труп со всех сторон. Взгляните на него. Ваша цель обнаружит любые странности. Плохо зажившая рана. Так, надо взглянуть на нее позднее. На ногах раны и следы обморожения. Вероятно, покой носил обувь слишком маленького размера. Так, на руках ничего нет. Так, гематома. Вот это выглядит интересно. Обязательно нужно будет проверить, насколько серьезной была травма. Мог ли покойный умереть из-за нее? А вот что-то. Загрубевшие руки. Должен быть это результат тяжелого физического труда. Николас, я руки смотрел. Так. Чуть позже мы решим, что из увиденного следует изучить внимательнее. Прикрепить фотографии на доску. Так, это общая фотография. А, нет. Вот общий дженерал. Голова. Стопы. Чуть желудок. Рука. Проведите вскрытие. Личная информация. Тело без одежды. Дата. 17 ноября. Так. Как видите, я все записал в заранее подготовленных формах. Каждый патологоанатом должен всегда по шагу описывать процесс скрытия. Это позволит не только лучше следить за процедурой, но и сопоставить полученные сведения, на основе которых можно сделать более точные выводы. Но довольно трать время на подготовку. Начнем с изучения пятен, которые я сфотографировал. Нам понадобится лупа. Так. Инструменты. Лупа. Так, с чего нам начать? Похоже. Так, ставлю доллар, чтобы было больно, но к делу отношения не имеет. Так, это от ожога. Шрам. На пальцах заметны следы обморожения. Это можно определить по характеру цвета кожи на кончиках. На голове покойного присутствует гематома. Судя по ее виду, можно предположить, что она была получена мужчиной еще при жизни. Еще чувствует запах спирта. Если добавить алкоголь в нашу, получится классический несчастный случай. У нас здесь целый набор обморожения, ссадины, волдыри. Старина Тоби, видимо, носил ботинки, которые ему слишком мало. Или вообще ходил без обуви. Итак, мы нашли множество поверхностных ран и серьезную травму головы. Нужно еще раз взглянуть на заметки. Итак, сначала я отмечаю положение повреждений и делаю заметки по каждому. Итак. Гематома. Прижизненная рана. Ее следует изучать первой. Даже если подобное ранение не могло привести к смерти, мы все равно должны сделать запись. Ожог или другое повреждение. Погода сейчас не морозная, но высокая влажность, ветер и переохлаждение тоже могут привести к обморожению. Если тело Тоби долгое время находилось на холоде, обморожение могло проявиться вследствие защитной реакции организма. Так, защитить внутренний орган не менее важно. Как видите, больше здесь нет ничего интересного. Давайте запишем, какие причины предположительно могли привести к смерти. Так, гематома. Пожилые и бездомные нередко погибают в результате несчастных случаев. В старина Тоби вполне мог поскользнуться и разбить голову. Нас такая возможность не интересует. Старый ожог, там что-то. Ярко выраженные следы обморожения на кончиках пальцев. Обморожение. Учитывая условия, в которых ему приходилось ночевать, он вполне мог заработать переохлаждение. Так, и обморожение и повреждение из-за ношения обуви. Ночи в последнее время необычайно мерзкие. Проверим, нет ли признаков обморожения внутренних органов. От покойного сильно пахло спиртным. Значит, к нашему списку добавляется алкогольное отравление. Мы не затронули только тему трупного окоченения. Проверьте стадию трупного окоченения. Возьмем нашего покойного за руку. Потихоньку поднимаем. Опускаем. Поднимаем. А затем отпускаем. Как вы можете видеть, рука свободно падает. Подытожим. Смерть наступила более трех суток назад. У полицейских была верная информация. Травма головы может о многом рассказать. Начнем с нее. Мне потребуется осцелирующая пила. А затем удалим кожу и крышу черепа. На первый взгляд, оба полушария в порядке. Прекрасный мозг. Посмотрим на него в разрезе. Некоторые мои коллеги предпочитают осматривать органы, не вынимая. Но мне намного удобнее, когда объект изучения можно осмотреть со всех сторон. Нужно переложить мозг на доску. Препарировать... О, узнаю. Отлично. Судя по всему, гематома никак не повлияла на мозг. Так, полушария мозга симметрична. Кора с ярко выраженными извилинами. Исключите падение из-за возможных причин смерти. Мозг в хорошем состоянии. Гематома не повлияла на состояние. Придется перейти к изучению других органов. Выбрать скальпель и сделать разрез. Делаем Y-образный разрез. Режем как можно глубже, чтобы достать до грудной клетки. Ну и что, я нормально разрезал. Вот так. Теперь отделяем кожный покров и отводим его в сторону. Нужно удалить ребра. С помощью реберных кусачек удалите ребра. Как хрустнуло. Ух, хорошо. Такое странное чувство. Так, два интересных момента, на которые нужно обратить внимание после удаления. Во-первых, нет никаких признаков застоя крови во внутренних органах. Значит, несмотря на то, что покойный явно находился в состоянии гипотермии, это не стало причиной смерти. Во-вторых, от трупа пахнет дымом. Нужно внимательно осмотреть легкие. На них очень хорошо заметны черные смолистые отложения, накапливающиеся за годы курения сигарет. Легкие выглядят довольно печально, но вряд ли их состояние спровоцировало смерть. Но ее, так, убило не это. Кашляет. О чем это я? Легкие. Точно. Сделать пометку на планшете о повреждении легких. Легкие с обширными черно-серыми отложениями. Ярко выраженные признаки воспалительных изменений обширного вздутия легочной ткани, вызванных курением сигарет. Прямо он знает сигареты, а может он на производстве на каком-то работе. Вредно. Так, ну хорошо. С помощью шприца взять три образца токсикологии. Так, для токсикологического анализа. Нам понадобится всего три. Из глаза, сердца и мочевого пузыря. Так, пять откуда-то. Из мочевого пузыря десять. С помощью анализа стекловидного тела можно выяснить, злоупотреблял ли человек алкоголем при жизни. Теперь помещаем образцы в центрифугу. Взять в кабинете записную книжку, где указаны необходимые для запуска центрифуги параметры. Прошу прощения, схожу принесу. Можно было остановить запись. Но он не знает о такой функции. Не подсвечивается. Подожди, а где же? А, вот она. Эта штука вся... Стоит таких пятн, взглянуть под микроскопом. Используйте центрифугу. А, вот центрифугу. Вернемся к делу. Помещаем образцы в ротор. И стекловидное тело такого же цвета. Что-то странно. Установите нужные параметры и запустите центрифугу. Так, а какие значения? Подожди, а, вот заметки. Так, алкоголь в крови. Так, тайм 15, спид 70. А пипетки, а может это для пробирок на 5 мл, а у нас 10 есть. Да, 15, 70. Так, спид. 70, тайм 15. Черт, опять пробки вышибло. Ну, там электричество где-то в этой... Так, на чем мы? Взять образцы в центрифугу. А, ну, восстановилось электричество. Посмотрим, что тут у нас. Все отделилось как надо. Наша лаборатория закрыта до завтра после недавнего происшествия. Не учитывая, что любимый парфюмом был этанол, результат едва ли сможет меня удивить. Двигаемся дальше. Теперь сосредоточимся на изучении сердечно-сосудистой системы. Особое внимание уделим сердцу. Для начала извлечем его из тела, а затем внимательно... Наша цель – обнаружить темные участки, возникшие вследствие гипоксии, тромбы и любые другие детали. На первый взгляд, все нормально. Легочные стволы, аорта в норме, без патологических изменений. Здоровое сердце. Причин для проведения анализа среза не обнаружено. Приступим к осмотру желудка. Размер в пределах нормы. Цвет розовый. Ничего необычного. Внешне желудок не имеет серьезных повреждений. Требуется дополнительный осмотр. Теперь нужно вскрыть его и изучить. Все делаем как можно более аккуратно, чтобы содержимое препарировать желудок на доске. Разрезать желудок... Так, разрезать. Будем по большой кривизне. Так, что-то осталось внутри. У него прям мачете какая-то. Так, посмотрим. Очень много газов. И чуть-чуть серо-желтый кашица. Похоже на какое-то мясо. Или этот человек давно не ел. Или большая часть содержимого покинула желудок. Видимо, придется найти, куда делась пища. Продолжить проведение вскрытия. Итак, в желудке обнаружено большое количество газов, жидкости и остатков непереваренной пищи. Это вполне могла быть асфиксия, не правда ли? Добавим к этому варианту, значит, вариант к списку. Вот асфиксия. Содержимое желудка указывает на прерванный процесс пищеварения. Рвота. Это вопрос. Так, с виду трахея выглядит нормально. Так же, как с желудком. Будем резать на подносе. Во время работы с такими маленькими органами, как трахея, нужно делать разрез очень осторожно. Орудуем кончиком лезвия. Для этого надо держать скальпель, как ручку. Внимательный осмотр и щепотка логики позволяют нам сделать вывод. Трахея забита. Итак, что же мы имеем? Продолжить проведение вскрытия. Суммируя данные из протокола и предварительный отчет, можно с уверенностью сказать, что погибший употребил спиртное, потерял сознание и упал на спину. Дыхательные пути перекрыты рвотой. Затем содержимое желудка стало выходить наружу, заполнено дыхательные пути, и это привело к смерти. Асфиксия. Вот почему не стоит забывать, что после вечеринок следует чего-то там делать. Не ложиться на спину, видимо. Или хорошо проблеваться до этого. Так, хорошо. Указать обстоятельства смерти. Обстоятельства смерти. Так, естественно, суицид, неопознанное убийство. Происшествие. Нет. Есть. Теперь ситуация ясна. Смерть наступила в результате асфиксия. Ставим печать. Так, хорошо. Закройте тело. Для этого закрываем. Сначала нужно поместить отогнутые органы, которые мы... Или как? Так, мозги надо за голову зашить. Теперь просто зашиваем труп. Используем так называемый бейсбольный или В что-то... Знаете, стичь из... Чудесно. Теперь мы попрощаться с трупом и отправить его в холодильную камеру. А голову зашить? Ты чё? Он так не делается. Повести тело... Как же я устал. Ну, как его будут хранить-то в таком вещи? Занесу образцы в лабораторию. Отправляться на парковку и сесть в машину. Позвоню Стивену. Он не хочет сегодня пить в одиночестве. Даже во сне снится работа. Ну, это не очень страшно. Что у вас с головой? Давайте посмотрим. Сейчас мы распилим вам черепную коробку. Ну, говорит, кровь из глаз от того, как ты играешь. Как пишут мне в комментариях. Ну, не смотри, не смотри. Много черепков-то. Нет, потому что он не зашивал заново голову. Ну, не заново. Короче, надо было зашить голову. Вернуть в исходное положение. И можно было мозги вернуть. Тело. Прости меня. По-моему, он спал на спине. Тяжело часто дышит. Нихера себе. Он спит и в ботинках, и вообще полностью в одежде. Господи, ну и сон. Блин, голова раскалывается. Найдите таблетки в ванной и примите их. Хорошо. Ну, все-таки неплохая у него хата. Углова здесь комната. Тут кухня-гостиная. Ну. Страдаете от раздвоения личности? Достаточно всего одной таблетки. А съел две. Жалко, что они от похмелья не помогают. Что там ответить на звон? Сраный телефон. Да понял, я понял. Опаздываю. Скоро буду. Как будто мертвые куда-то спешат. Джек, не... Элис? Что? Кто это? Шарлотта Грейвс? Прости, правда. Я тебя не узнал. Подумал. Подумал, что это с работы звонят. Ничего. Сама ненавижу, когда мне по работе... Как ты там? Мы не общались с тех пор, как... Ну, ты знаешь. Порой неплохо. Порой отвратно. Видимо, как ты себя чувствуешь. Что тут сказать? По крайней мере, на работе можно от всего скрыться. Ты всегда в анатомичке чувствовал себя что-то. Слушай, у меня к тебе просьба. Наверное, странная. Да, чем могу помочь? Да ничего такого. Просто хотел спросить. У тебя остались фотографии, Элис? Может, есть что-то, где мы с ней вместе? Я бы хотел забрать парочку в память о ней. Наверное. Не уверен. Посмотрю в ее вещах. Спасибо. Извини, что приходится... Тебе и так сейчас непросто. Да как-нибудь справлюсь. Я давно уже собирался перебрать ее вещи. А Стивена ты не спрашивал? Может, у него что-то есть? Да, как раз утром с ним разговаривала. Он сказал, что отдал все их Элис маме. Понятно. Джек, понимаю, что ты стараешься. Пытаешься справляться сам. Стивен тебя поддерживает, но... Понятно, что он у тебя есть, но... В общем, если захочешь как-нибудь поговорить об Элис, вспомнить ее. Слушай, мне правда пора. Я и так уже проспал на работу. Опаздываю. Еще какие-то дела по дороге надо сделать. А, ну хорошо. Извини, что задержала. Я посмотрю, что есть. Спасибо, что позвонил. Пока. А у тебя есть мой адрес? Под рукой как-то нет. Лучше напомни, пожалуйста. Браунинг Лейн 292. Квартира 432. Джонсон Сити 1379. Ну, это вроде Нью-Йорк пишут. Спасибо, правда, это для меня очень важно. Я так по ней скучаю, ты не представляешь. Да я тоже. Я все сделаю. Мне не сложно, правда. Спасибо, береги себя, Джек. И ты, Шарлотта. Было приятно услышаться. Да уж, неожиданно. Надо найти что-нибудь, что можно отправить. Найдите фото Элис и конверт, чтобы отправить снимок к Шарлотте. Меню на сегодня. Ужин где-нибудь в городе и кофе с собой. Как же мы вчера со Стивеном обожрались? Не уверен, что это еще съедобно. А, кто такой Стивен? Коллега? Так, подожди. С днем рождения. Так, как бы, среди минусов ты становишься старше. Ну, более старым. На стороне плюсов. В отличие от меня, ты не облысеешь. С днем рождения, дорогая сестра. Стивен. Все еще режет глаза. В это время Элис уже сидела бы в нем и читала книгу. Видок не самый живописный. Знакома какая-то машина. Элис много курила. У него были такие же легкие, видимо. Как у Тоби. Так, фото и конверт, чтобы отправить снимок. Воля к жизни у них явно куда сильнее, чем у меня. А, ну это растения. Ну, что вы, ты такая размазня-то. Что-то я не понял. Здесь что-то есть вообще? Так, это мы посмотрели. Музыка в последнее время меня что-то не радует, видимо. Так, ну, какой-то приступ. Ну, как туалетом воспользуется. Тут так грязно, что даже мне противно. На работе схожу. Они там хотя бы туалеты моют иногда. Потом помоюсь. Так, ну здесь мы все посмотрели. Хорошо. Обязательный элемент пейзажа в любом офисе. Надо бы, наконец, собраться, прочитать. Хотя бы парочку. Ну, чисто так, декорация. Типа интеллигентный человек. А сам ничего не читает. А, понял. Понял. Так, ну, хорошо. Так, вот конверт. Найдите фото Элис и конверт, чтобы отправить снимок. Ну, конверт вот. Только он не берется. Иногда мне хочется свалить всю эту бюрократию в кучу и поджечь. Как уже достало. Элис этот портрет никогда не любила. Так темно. А здесь свет-то где-нибудь включается? Надо все-таки постирать уже что-нибудь. Всегда приятно найти заначку на черный день. Хорошая заначка. Тут может вообще десятка. 100 банкнот вполне мне кажется тут может быть. Неплохо, неплохо. Какая проба-то хоть? Не показана. Где обычно ставят на сережках? Удивительно, что строчки от кофе не расплались. Вздыхает. И что она вообще сказала? Да. А, это стаканчик с кофе. Типа он на дне написал. Типа ты выйдешь за меня? И сохранил. Романтик охренеть просто. Я сначала подумал, что это скорлупа грецкого ореха. Ну правда такая большая довольно-таки. Ну, более логично. О, а здесь что сказано? 80-й год. 09-13. Значит, 13 сентября. Я не смог ее поддержать. Сказал, ты знаешь, нахрен нам этот ребенок. А, тут дата. 80-й год. Так, 09-20. 21-й. Через 6 лет. После женитьбы. И он не мог ее поддержать. Неплохие у них отношения были. Так, а что такое? Ага. Элис и Шарлотта в Амстердаме. Лето 75-го. Трудно поверить, что они так долго дружили. Так, ну все. Фотографию мы нашли. Так, теперь конверт. А конверт я, в принципе, видел. Или какой-то другой нужен. Из всех фотографий он решил на этой остановиться. В общем, фотографии-то такие темные. Почти год прошел. Да найдешься еще какой-нибудь Элис. Что-то... Быстро время летит. Конечно, ему на работу вставать не надо. Силы есть. Хорошая шутка. Так, конверт. Стоит отдать эту фотографию Шарлотте. Пусть она будет стоять где-нибудь на видном месте, а не пылиться у меня. А вот смотри, ну видишь, конверт теперь... Пора наработать. Вот я прям почувствовал. Я опаздываю. Отнесите письмо в почтовый ящик. Надо будет взять кофе и аспирин. Говорит, дверь осталась открытой. Что-то тут немножко по-польски. Или почему-то. Говорит, курва. Черт бы побрал эти неоновые трубки. Какие неоновые трубки? Мы наверх едем? Граунд фло. Ну, 600 килограмм. На очень точных людей. Так, а где почтовый ящик? А вот здесь. Ну, тут ни хера непонятно. Где почтовый ящик? Как тут это работает у них? Это помойка просто. Чего-то не очень вкуриваю. Отнесите письмо в почтовый ящик. Как это делается? Может, когда-нибудь починят эту дверь? Ну, хорошо. Он где-то на улице, значит, почтовый ящик. А, вот он все. А, адрес ты написал? Смотри. Надеюсь, это поможет Шарлотте. Так, пора идти. Сесть в машину и отправиться на работу. Так, ну твоя машина вот эта, надеюсь? Ухоженная, красивая. Хренус 2. Ну, вот эта, что ли? Ну, какая самая Абдристанная? Видимо, это твоя будет. А, вот она. Ну, нет, у него, в принципе, нормальная тачка. Куртку забыл. Сегодня будем страдать. Что же делать? А, переключение у него скоростей на руле, что ли? Прикинь. Приятно и свежо. Здесь, по крайней мере, спокойно. Ну, понятно, Морг. Проверка сообщений. Зайдите в кабинет. Добрый вечер, мистер Ридли. Ваш табель, Хенман. Сейчас, сейчас, сейчас отметимся. Не забудьте подписать. Зайдите в кабинет. Ни хера не помню. У некоторых трупов и то индивидуальности больше, чем у этого парня. Господи. Кто-то думался оставить окно, открытым в середине ноября. Что там на автоответчике? Проверить голосовую почту. Привет, Джек. Сегодня заехал чуть раньше. Оставил тело в коридоре у Ридли. Он тогда не сидел на самом обычном месте, так что, возможно, даже забросит тело в кабинет. Как ты? Сегодня твой первый день рождения. Не без нее. У меня еще болит голова, и я бегаю в уборную, как чертов соседский пес. Сегодня снова вляпался в его дерьмо. Гребаный комок шерсти. Вечно гадит около моей машины. В общем, не могу сегодня зайти к тебе, так что увидимся на выходных. Пока. Чуть не забыл. Утром мне звонила Шарлотта. Спрашивала о тебе. Тебе стоит отвечать на звонки, Джек. И на этот раз это не выговор за опоздание. Все как обычно. Когда уже толух научится смотреть себе под ноги? Смотри, капкейк. День рождения. Я и забыл, что он сегодня. Элис каждый день рождения пекла мне такие кексы. Оставлю на десерт. Мне всегда после вскрытия хочется сладкого. Ладно, шутки в сторону. Надеть фартук, который висит в прозекторской. А таблетки не надо еще принять? Любимая работа. Наконец-то. А я тебя помню. Я видел тебя на том шоу талантов. Как же тебя звали? Ваши защитные перчатки. Маска. Нужно заказать еще одну пачку. Не забыть бы. В этом-то и проблема. Так, мы будем записывать? Уснуть камеру для записи лекции. Стивен смеется надо мной, потому что я все записываю. Говорит, моя коллекция записей намного больше, чем у всех взятых маньяков, которых он поймал. 21 ноября, 91 год. Время 27.13. Скрытие производит Джек Хэнман. Лекция для студентов Медицинского университета Миссури. На вчерашней лекции вы узнали все подробности, так что займемся закреплением материала. С чего начать? Материалы дела. Да, Саманта Баркер. Помню, помню. Думаю, этот случай будет обсуждать еще долго. Погибшую обнаружили в ее доме полицейские. К ним обратилась обеспокойная подруга Саманты, которая несколько дней не могла связаться с покойной. Первый альбом принес ей коммерческий успех, а дальше наступил творческий кризис. Она страдала от панических атак и сильных проблем со сном. В ход пошли снотворные наркотики. Опрошенные знакомые Саманты утверждали, что в последние дни она выглядела необычайно счастливой и расслабленной. Даже бросила употреблять алкоголь и задумывалась о реабилитационном курсе. По словам моей подруги, ничто не намекало на скорую трагедию. В ходе допроса подруга, погибшись, заметила, что Баркер не могла справиться со славой, окружавшей ее после победы в известном шоу талантов. Такая высокопрофильная талантная шоу. Погибшую нашли в ее квартире. Она находилась в кресле в полулежачем положении. Также в квартире обнаружили изрядное количество спиртного и пустые пачки от снотворного. Что ж, давайте узнаем, что вышло в итоге. Снять с трупа одежду. Все. Следовательно, прежде чем перейти к фотоматериалам, с трупа нужно снять все. Все, сняли. Так, где мой фотоаппарат? Взять камеру из ящика. Уверяю, что со временем занятия перестанет вас смущать. Понятно. Сначала нужно сфотографировать труп целиком. Так. Дальше снимаем все подозрительные раны и отметины. У нее что-то даже татуировок нет. Любопытно. Даже слишком в этом стоит разобраться. Ну, что у нее с руками? Это уже трупные пятна? Что это? Я неоднократно видел такое. Такие синяки не появляются от обычных ушибов. Тоже обувь наносила херовую. Так, так. А вот здесь еще больше. Кстати, на размер меньше могут носить футболисты. Чтобы совсем по ноге было лучше бить. Кто там Роберто Карлос носил, по-моему, на два размера меньше. Так, подожди. Голову мы посмотрели. Так, а где же еще-то? А вот что-то. А что это так? Некоторые из них стоит изучить повнимательнее. Так, стопы, шея, левая рука, правая рука. Ну и вот эти ушибы. Так, где лупа? Итак, пора приступать к осмотру. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Некоторые борозды отпечатались ярче. Будто кто-то был не совсем уверен. Ну, а это все, что можно сказать пока? Учитывая количество синяков, можно предположить, что погибшая боролась. Вот это что за раны. Такие синяки могут появиться от сильных ударов. Или из-за проблем со здоровьем. А вот здесь что-то интересное. Кожа погибшей покрыта многочисленными мозолями. Некоторые уже порвались, а остальные еще остались. Осталась жидкость. Может у нее в руке что-то? Фотография убийцы. Как тебе такой поворот? Нихера не понял. Чего? У нас есть несколько зацепок. Так, шея. Несколько борозд различной глубины на шее. Вероятно, последствия неудачного суицида. Ах, вот оно что. Множественные синяки и раны от нападения. На данный момент не предстоит вам уверенно утверждать, является ли гематома следствием побоев или вызванные проблемами со здоровьем. Мозоли подобного характера возникают из-за механического трения. Но их местоположение подсказывает, что в данном случае эту причину можно исключить. Наиболее вероятна причина изменения кожного покрова высокая концентрация барбитурата в канях тела. Конечно, ногах мозоли, но их количество и размер пузырей позволяют, что в данном случае она является признаком отравления барбитуратом. Ирайся. Изучите информацию о каждом повреждении. Так, это суицид. Значит, синяки и раны от нападения. Вмешательство третьего лица. Так, нужно описать внутренние органы. И барбитурат, передозировка. Принимаем во внимание показания подруги жертвы. Одной из потенциальных причин гибели мисс Баркер может быть алкогольное отравление. Анализ крови быстро подтвердит или опровергнет это. Сначала необходимо проверить внешние. В этом нам поможет старая добрая лампа UV light. Посмотреть на труп с помощью лампочки. Так, он говорит, область головы свободна. Правая рука чиста. На туловище никаких отменений. А на этой руке? Ноги тоже ничего. Ну, значит, вообще ничего. Ну, руки-то я обсветил ей. Похоже, на лево руке тоже ничего. Что ж, значит, ничего примечательного. Возьмем нашу покойную за руку. Ну, это я умею. И снова рука свободно падает. После вчерашней лекции вы должны сами уже знать, что это значит. более 72 часов также придется осмотреть ключевые органы начинаем внутренний осмотр так ну давайте вскрывать не настолько явно этот игрек образный разрез так хрустнет ли сейчас а подожди подожди ну как но я нормально разрезал ну чё ты врешь вчерашний тема умершие практически отсутствует подкожный жировой слой так ребра посмотрим что у нас тут или вернее чего тут нет признаки внутреннего кровотечения отсутствует слой легкие такие на теле есть синяки но не слишком много моя жена постоянно спотыкалась о мебели дверные косяки чудом ни разу ничего себе не сломала прежде чем перейти к извлечению внутренних органов я возьму образцы для таксиологического анализа он покажет содержимое алкоголя понял понял так стеклоидное тело сердце мочевой пузырь я помню 1570 работать без записи вечно цифры из головы вылетают наверно потому что я не помню когда дни рождения еще что-то там используйте центре фугу 15 центре фугу и Сосонки будут результаты Лаборатория уже открыта, так что Твою ж мать Мистер Ридли Пробки выбил, надо включать Был бы же тут где-то фонарик Точно помню Сначала правый, потом левый Что-то у него щупальца какая-то Ну когда коллега делся Дайте ж поработать, спокойно Джек Хэнман на проводе Ты чё такой злой, дружище Стив, блин, прости Эта анатомичка разваливается на части А Ридли палец о палец не ударит Работать совершенно невозможно Опять от центрифуги пробки выбило Да Когда-нибудь тут взлетит на воздух Всё, вот увидишь Не будь таким пессимистом Ищи позитив Бесплатная кремация в подарок вскрытия Да господи, замолчи Мне не до шуток сейчас, серьёзно Да ладно, Джек, извини Забыли, я зачем звоню Как там вскрытие? К нам скоро журналисты нагрянут Будут вынюхивать подробности Хотим подготовиться Через пару часов закончу Как по мне, дело особо внимания не стоит С моей стороны, скорее формально Заключение пришлю к утру Отлично, спасибо Как твоя голова? Ну, суть по голосу Пал лучше, чем твоя Я по дороге на... Джек, включи радио А что, что случилось? Тихо Неподалеку от моста Питцбэй Произошла автокатастрофа С участием полицейского конвоя Перевозившего заключённого В тюрьму Орлеан Периш На данный момент Точное число жертв неизвестно Как известно и то Удалось ли кому-либо из преступников сбежать Масштаб катастрофы позволяет предположить Что пострадало Как минимум несколько человек Возможно, есть погибшие На месте происшествия отправлен наряд полиции Для расследования и оцепления Известно, что раненым заключённым Был вынесен смертный приговор Конвой вёз в здание Где была запланирована на завтрашнее утро Многие из них крайне опасные преступники Мы продолжим следить за развитием событий Так что не пропустите следующий выпуск Кровавый Пит? Да? Там был Кровавый Пит? Если он выжил? Джек, мне пора Меня ждут... А если он выжил? Что если он... Мне пора, поговорим позже Ну, придёт за нами Мы его скальперем порежем Надо принять таблетки Огласен Серьёзно, Варя Надеюсь, он погиб Ну, чё-то тебя трясёт-то Давай таблетки пей Да, да Всё будет хорошо Надо возвращаться к работе Взять образцы с центрифуги Всё, погнали А, это чё такое? Нет тут никого Дядь, всё, давай Иди на работу Технический перерыв По крайней мере Всегда смогу устроиться Уборщиком, если что Так, моя старая Так, ну что Посмотрим Прочихается это Рухлить или нет Не понял А как взять-то Чудо Оно живое Теперь их нужно Отнести в лабораторию На Хроматограф Какой-то Ну что Теперь загрузим устройство Где это устройство? Почему он не подсвечивается? Помещаю пробирки В штатив Взять пипетку Установить объём 5 миллилитров Вот так Отнести в лабораторию 15 миллилитров обработка образцов лаборатории поместите образцы хроматограф так посмотрим что у нас тут результат показался незадолго до смерти погибший употреблял алкоголь однако в таких количествах он не мог вызвать отравление которое повлекло бы смерть только легкое опьянение пора вернуться к телу и продолжить изучение так результаты исследования алкогольное отравление не показывают причину смерти исключаем при этом нельзя звать что алкоголь это влияет он нарушает сердечный ритм ускоряет пульс разжижает кровь может привести к усилению кровопотери в случае травмы взять два образца для токсикологии так так образец из печени из сердца так нам нужны барбитурат а так теперь осмотрите печень все нормально с ним тщательно изучить его поражение отсутствует требуется анализ поперечного среза вообще на изи не стоит исключать накопительный эффект переработки лекарств давайте-ка взвесим орган сделать пометку тела 300 печень действительно увеличена займемся поперечным исследованием признаки остеатоза или цирроза отсутствует никаких внутренних патологий а почему же он тогда увеличена анатомическая особенность что ли признаков значит стеатоза или цирроза не обнаружено признаков злоупотребления алкоголем не обнаружено а что там про увеличение так перейдем к сердцу ну вроде похуже чему это ого признак инфаркта вероятность инфаркта от естественных причин таком возрасте печень увеличен не из алкогольного у сердца признаки коллапса нужно отправить кровь центрифугу и проверить ее на барбитурат а сделать пометку на планшете сердечная мышца повреждена приди второй таксиологический анализ принял еще одну таблетку забыл принял еще еще да это прям как про тебя установить нужные параметры но это плата алкогол а вот барбитурата 1075 ну подожди а как выставлять хер поймешь на что показывает хер поймешь наоборот а как выставляете 10, 75 Вот это 0 Это 5, вот это 10 Ну где 75-то? Может меня просто как-то Вводят в заблуждение 75-10 0, 5, 10 Ну это по 2,5 Я знаю, да, натупил 0, 2,5 Клей, тут хер поймешь 5, ну наверное Ну, 2,5 5 7,5 Так перещелкивает, хер поймешь Запустить Я время перепутал Ну и ладно Образцы можно передавать на анализ Ну отлично Интересно, как она сумела раздобыть такие наркотики Так, пипетка на 6 миллилитров нужна Ну, давай, дядь Ага, да, ещёятиzung Напирается Возвращение Ага Какая перепутал Ну а Попzed reduce А, да, да С Arnold Которые Треб dumpling Треб GRANT Отлично Требора М че Требesis не знаю, что-то нет ничего удивительного значительное количество метаболитов скопилось в области печени ну и что похоже, придется проверить содержимое желудка погибших анализ показал высокое содержание барбитуратов в образцах крови вопрос теперь, случайно ли это вышло или намеренно при тем, как извлечь я накладываю на него лигатуру чтобы содержимое не вытекло вырезаю орган который мы потом будем препарировать обычно в желудке и кишечнике можно найти много интересного но не в этом случае здесь у нас остатки непереваренной пищи густая масса из таблеток если она приняла такую дозу случайно ну да продолжайте это вскрытие длина и ширина в пределах норм очевидно так, это про что-то остатки непереваренных лекарств желудки и погибшей позволяет предположить, что это передозировка скорее всего, основная причина смерти сейчас проверим остальные органы и нервную систему как отметин на шее вписываются в общий контекст дела а смотрите, легкие трахеи ну, легкие-то у нее жуткие просто легкие в норме поражение верное курило, но вряд ли сильно повредило это ее здоровье просто черные как так, трахея трахея в порядке проходимость в норме следы пищи и жидкости отсутствуют желудок погибший также в норме ну, это кишечник очевидно, так брюшная полость повредили может так чего так вскрываем мозг эту черепную коробку где моя пила я делаю надрез чтобы снять носг в норме никаких очевидных поражений переместим на доску препарируем аккуратно разрезаем как и предполагалось мозг погибший в прекрасном состоянии хераси найти защитные очки так на вид не глубокий но кто знает спиной мозг вполне мог пострадать не нужны очки и ножовка очки кажется были так, вот они так пила спросить Ридли где ключ от подвала куда она подевалась мать ее вспомнил я почистил и в подвал отнес кажется так у Ридли где ключ от бейсмента мистер Ридли мне нужен ключ от подвала он в комнате отдыха а где лежит все понял спасибо слыхали уже про конвой может и вам выпадает шанс вспомнить былую славу и снова поймать кровавого пита будем надеяться что до этого не дойдет вот бы он работал с таким же энтузиазмом по моему от этой рухляти можно куда больше болезней поймать чем от трупов так а где ключ найти ключ от подвала в общей комнате ну в ящичке в каком-нибудь все разваливается к херам так а как это называется social room ну наверное это в общей комнате да общая но это хоррор здесь не все логично должно быть а вот ключ надеюсь это будет последнее путешествие так а где бейсмант надо было конвою чтобы этот чувак где подвал так это сторож это общая комната это кабинет это туалет это лаборатория где подвал-то может где-то вход нам же зачем-то дает возможность ни хера непонятно ну как бы вот зачем так делать просто взять пилу открывайся когда уже сделают чертов люк кровавый пид когда нибудь избавлюсь если бы только что-то там найдите пилу закончить осмотр позвоночника было бы проще если бы я все убирал на место сраный студента со своими сраными пособиями как по часам он уже спит прошу прощения за небольшой перерыв надеюсь вы воспользуете возможность передохнуть и попить кофе теперь когда у меня есть все перехожу к исследованию спинного мозга увлекательная работа спиной мозг извлечен продолжить проведение это значит несмотря на отметины на шее повешение оказало негативное влияние на состояние здоровья дамы и господа мы почти закончили теперь нужно подвести итоги и привести тело в нормальное состояние так что у нас планшет основной так причиной смерти считать сердечный приступ вызванный передозировкой барбитуратов следы на теле позволяют предположить что передозировка была намерена и последовала за неудачной попыткой суицида следов постороннего генетического материала свидетельствую о том что смерть могла или чего чего так быстро субтитры хоть чуть-чуть бы головой думали что невозможно это прочитать признаков признаков вмешательства не обнаружено никаких ну отлично указать так суицид и подпись в 50-60-х годах барбитураты частенько использовали как средство самоубийства насколько помню особенно много об этом говорили после смерти Мерлин Монро чик чик и чик перемещаем тело в холодильник устал отправиться на парковку и сесть в тачку перекусить день по дороге перчатки в мусорку фартук все можно идти стаканчик на ночь лишним не будет доброй ночи мистер Ридли утром полиция заберет тело и сопутствует документы ясно в мире можно быть уверенным в неизменности двух вещей смерть и безвольность Ридли ладно виски со льдом после работает прекрасно только за руль надо еще не садиться так холодно стоило захватить с собой куртку когда здесь так тихо становится жутковато уже почти Стивен сказал что не придет ко мне сегодня придется мне пить виски в компании телевизора черт забыл забрать мафин значит Ридли сегодня славно полакомится уверен что завтра он будет в счастливейшем расположении это же клоун что какого черта я запирал я точно запирал ну полицию надо вызывать глава 2 твою мать кто это сделал у меня нет ничего ценного боже проверить шкатулку 10 10 тысяч долларов наши украли только этого не хватало а если бы это был кровавый пит где нужно принять таблетки где моя десяточка надо собраться с мыслями так нужно будет сообщить в полицию почему соседи этого не сделали позвоню Стивену Стивен Джек я же сказал что больше с тобой пить не пойду и это не та причина к которой я тебе звоню кто-то вломился в мою квартиру есть свидетели ты уже звонил в полицию свидетели не думаю или они просто со мной не связались что касается полиции я вот прямо сейчас звоню одному знакомому офицеру ладно хоть чтобы я все осмотрел поискал улики ну не знаю наверное нет честно у меня нет сил с этим разбираться хочу просто лечь и не вставать уверен думаю да прости просто просто хотел успокоиться не знаю похоже на какой-то дурацкий розыгрыш украли только деньги деньги из вещей Элис твою мать слушай я заеду к тебе у меня есть ключи я к тебе загляну осмотрю квартиру а сейчас иди ложись спать не надо Стивен в последнее время сильно устаю не могу сосредоточиться просто забыл запереть квартиру когда уходил на работу не знаю я тебе сообщу если что-то еще пропало и позвоню в полицию хорошо и перед сном убедись что запер дверь если завтра обнаружишь что-нибудь странное дай знать кто бы от нее сделал он она не думаю что этот человек настолько безмозглый он сюда не вернется берегися Джек звони если нужна будет помощь конечно обещаю и прости еще раз вся жизнь в последнее время сплошной сумбур да все в порядке спокойной ночи спокойной ночи что произошло какой-то кровавый пить что надо убраться джек я просто устал ну где мои бабки теперь точно буду сидеть на так родственники или смогли бы что-то там фотографии ну и бардак жаль вы не свалишь на грабителей ну определенно что-то искали так все достаточно с ног уже валюсь но я хотел дверь проверить как закрыл все надо надо принять таблетки ну так в принципе он убрался как как будто ничего не было начинает кажется что они никогда не закончатся все хватит смените одежду и выйти из квартиры надо переодеться и ехать на работу опять опоздаю так ключи документы все взял и не забудь запереть дверь джек я запер может соседи что-нибудь видели спрашиваю завтра ну что Ридли починил кофемашину граффити не вандализм 주formation rice лог 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 джек лог sales на заднем сиденье кого нет лучше возьму кофе где-нибудь по пути не надо быть оптимистом что это починил кофемашину свалюсь замертво интересно кого стиль сегодня привез доброе утро мистер ридли вы еще нет ну ладно не страшно нет он даже каталку в прозекторскую не отвез до чего ленивый поехали поехали почти приехали теперь самое сложное нужно переложить тело хорошо так надену фартук перчатки и приступаю а лекции понадобится диктофон на столе диктофона включить его 22 ноября 91 год время 19 30 на работу приходит к 7 что ли скрытие проводит доктор джек хэнмон изучить материал скорее всего зовут харпер лой 35 лет тело найдено в колодце который принадлежит соседям леонарду и дороти челси уже неделю как объявлено пропавший без вести кто пропал тело харпер нашли пожарные когда семья челси рассказал что вода у них из-под крана стала странной на вкус а потом и вовсе потемнело начала плохо пахнуть также известно что погибший было диагностировано биполярное расстройство харпер был назначен лечение которое она регулярно бросал во время медикаментозной терапии за женщиной присматривал ее сожжитель по имени ричард бенсон водители грузовика со стажем что это такое mental health center а это браслет тело было так найдено ричард было последним человеком который так который общался последнее сообщение я им так застрой этот тупой колодец посмотрим кто тогда будет ржать неплохо а можно повторить кто-то оставил сообщение что нас лет в колодец и потом там оказался труп в отчете полиции также указано что миссис харпер ее соседи постоянно ругались от постоянных вечеринок громких разборок и драк никому в округе особенно сейчас случилось коса житель харпер чё-то там сделал ну что же открываем пакет при изучении тел утонувших людей самого задача определить наступил ли смерть до или после погружения в воду неплохо могло быть хуже так очень осторожно раздеваем погибшего так чтобы не повредить кожу женщина была полностью одет когда тело погрузился где еще один ботинок так одного ботинка нет для фиксации деталей вызывающих вопрос мне понадобится камера первое что процесса тело очень сильно вздута так ну сначала просто тело сфотографии кожа трупа выглядит очень мягкой гладкой потерявший упругость из-за долгого пребывания в воде то есть от ни о чем тел очень бледная а он тоже ни о чем из нижней части тела присутствуют трупные пятна их можно заметить на спине бедрах и икра на шее синяки следы кровоподтеков они обычно появляются когда утопающий что-то вдыхает попытки глотнуть и воздух поймешь так быстро говорит скорее всего после того как тел покойный достали из воды его положили на спину чего-то так к такому выводу пришел ничего на ногах ничего нет что ли а вот смотри что то есть наступник видно так называемую кожа прачкина нет сомнений что меньше долго пребывал в воде да это ясен шерлок холмс хренов на коже отчетливо видны царапины кожа на руках таком сцене что может легко отслоиться от тела она снимается с руки словно перчатка и что значит прикрепить фотографии после предварительного осмотра настало время взглянуть на тело поближе неизвестно кто написано она идентина но так хорошо так а глупо умершая была одета в можно не проверять началось ли трупное окоченение достаточно взглянуть на состояние тела она уже начало гнить во рту покойный густая белая пена появишься в результате отека легких это один из признаков утопления так на коже царапины большая часть локализована умершая могла получить их обороняясь от убийцы возможно перед смертью она с кем-то поссорил сделал дошло до драки никаких видимых следов борьбы кожа на руках таком сцене может легко отслоиться пальцы уже не ну нету ногтей пятна фиолетово-синие с примесью красного верный признак смерти весьма типично трупные пятна появляются результаты гниения крови венах так как покойные так все это время было в воде и ступни сохраняются намного лучше чем руки а вали в ботинке тем не менее на них можно заметить смолчащая кожа у кожи прачки но это понятно все ясно одно и то же думаю можно отложить лупу и взять пупу так отметить все найденные повреждения на планшете так признаки утопления синяки и кровоизлияние на шеи от попыток вдохнуть под водой пенный грипп изо рта отек легких прижизненные царапины на руке и спине признаков регенерации кожи нет ярко выраженная посмертные гематомы распределение следов указывает на то что тело долго лежало на спине признаков отравления не выявлено кожа сморщена из-за длительного пребывания в воде ярко выраженные посмертные гематомы и ступни сморщены так ступни сморщены но кожа прачки менее выражена чем на руках ран или царапин на ногах не обнаружено какие причины смерти утопление расположение указа жертвы вероятно лежало на спине просто какая достали из воды к счастью кожа на руках не отслои так не отслоилась иначе было бы сложно определить кем являлась спокойная подпечатком пальца что ли это по цвету трупных пятен можно идентифицировать отравление угарным газом цианидом или нитратами но в нашем случае в этом нет необходимости гуляешься никого не трогаешь потом вдруг теряешь и оказываешься в глубокой яме значит утопление или падение ну типа несчастные случаи или столкнули пожили так прижизненные царапины на руке и спине признаков регенерации кожи нет может покойная получила во время драки или после того как столкнули в колодец вот как это взаимосвязанное ну поди а тут а вот хрен узнает утопление падение они упал и утонуло или упал и что там сломал шею ну будем скрывать удостоверимся что личность умершая установлена верно а это к чемодан с оборудованием для снятия отпечатков пальцев нужно быть где-то здесь взять чемодан из чемодан инструментов для снятия отпечатков пальцев так с трупа отпечатки так я все инструменты взял так дактилоскопия вести глицерин в кончике пальцев покойный вводим глицерин между ногтем и кожей вещество проникает в кончик пальца и разгладит морщинки неровности какая техника интересная ты смотри ну это в картотеке должны быть и отпечатки теперь нужна кисточка при работе с утопшем нужно соблюдать осторожность одно неосторожное движение во время снятия отпечатков и кожи отойдите от тела воспользуйтесь факсом чтобы загрузить отпечатки взять бумагу с отпечатком одной руки достаточно нажимаем на зеленую кнопочку пабло соник отличный бренд проверим отпечатки по базе данных полиция с помощью так сравните отпечатки с теми которые занесены в базу данных полиции сопоставьте сопоставьте опечатки с теми которые занесены в базу данных полиции сопоставьте ну вот так то похоже но если бы я мог так отличить сразу ну что ты хочешь от меня деть в ну а вероятно что это и что не Харпер Ллойд Женский и так Неплохо Распечатаю данные и вложу в медицинскую Отчет Начни 35 лет Ну Забрать результаты из факсов Можно возвращаться к осмотру Ну мы вложили, все Пишу ее имя Харпер Ллойд С помощью шприца взять образец На содержание Диатомий Где мой шприц? Если была в сознании Когда упала, она наверняка успела Наглотаться воды, пока пыталась Значит тело должно было попасть в диатомии Которая обычно обитает в стаичьей воде И что из носа? Угу Осмотр мозга сделать Не, подожди С помощью микроскопа Проверить наличие С помощью микроскопа Проверить С помощью микроскопа Наталья Проверить Продолжение Вот они, водоросли Хорошо видны Так, нервная часть диатомии входит в верхнюю Судя по наличию водорослей в образцах из мозга Погибшая была жива, когда упала в колодец И, возможно, еще находила сознание Но поэтому и нахлебалась водорослей Продолжайте вскрытие Так как в мозге есть водоросли, это можно найти по всему телу Изучение стальных уровней может подтвердить это предположение Давайте вскрывать Да я уже делал это сто раз Я здесь все идеально Сразу бросаются внутренние увеличенные в размерах в несколько раз К тому же на всех органах следы кровоизлияния Необходимо удалить грудную клетку Где кусачки? Можешь заметить, что на легких остались следы от ребер Возьму образец крови из легких и проверю наличие тоже этих водорослей Так, с помощью шприца взять Так, из легких Когда берешь орган в руки, отлично чувствуется, что легочная ткань потеряла признак эмфиземы Кроме того, легкие очень увеличены в размерах Поэтому на их поверхности хорошо видны отпечатки ребер Что касается эмфиземы, она очень остро выражена А это еще один признак утопления Сделать пометку Легочная ткань не эластична Со значительно развитой эмфиземой Хорошо Найдите ведро в кладовке для проведения теста Так Придется воспользоваться старым способом Понадобится ведро и вода Так, ну где мой сторож? Это офис Надеюсь, не для мытья полов Наберу воду в лабораторию Скажите, из говна и палок все Раньше легочную пробу делали для того, чтобы выявить факты детоубийства Кран хороший такой высокий Вода должна быть комнатной температуры Достаточно Ну как он в дверь комнатную температуру Одним Одним вентилем смог поймать Ну ты так смоешь? Я думаю, нет Кстати, о легких Пора бы им поплавать Вернуться к телу и взять легкие А, и притащить сюда, в лабораторию Ну что ж Давайте О господи Пока полежи Конечно, полностью полагаться Воздух мог бы попасть в дыхательные пути Новорожденного во время Так, газы, которые образуются при разложении Тоже могут Но сейчас у меня другая цель Охерительно Выяснить, есть ли в легких жидкость Для этого нужно всего лишь поместить орган В емкость с водой И наблюдать Пойдут ли легкие ко дну Или всплывут на поверхность Что ты от меня хочешь? Они утонули Так я и думал Легкие неизамедлительно тонут В них могла попасть жидкость Когда Харпер в панике Пыталась вдохнуть под водой Не стоит исключать Бактериальную инфекцию Или даже рак Нужно продолжить изучение Ну, сейчас разрежем Теперь разрежем легкие Говорит, будет треск Неприятный Так, весьма бледная На поверхности есть Маленькие очаги кровотечения И Что там еще Продолжайте резать Не знаю Что вы хотите Хорошо Изучите под микроскопом Посмотрите, есть ли водоросли Если удастся обнаружить 20 В образце Мы будем с уверенностью Сказать, что это было Именно утопление А это значит Наш тест с легкими Не дал Ложно положительного результата Да не перфект Ни хера Да не, ну что-то не то Ну как-нибудь, ты скажешь идеальное? Так, так Наконец что-то видно Ну вот Как и ожидалось Видны в растворе Вот большая колония А рядом поменьше Но тут точно больше 20 Запишу-ка я все Так, пока ничего необычного С самого начала Понятно, что женщина Утонула Но в любом случае Нужно все проверить Таковы правила Осмотр легких Свидетельствует О влажном утоплении При микроскопическом Анализе жидкости Выявлено большое количество Этих водорослей Ну хорошо Осмотрите сердце Сного взгляда ясно Что начался процесс Гниения Гемолиз Помимо этого Никаких признаков Инфаркта Или заболеваний Сердца Сделать пометку Сердце без признаков Болезней Ярко выраженная Гнилостная Гемолиз Последствия утопления Так что у нас с печенью Так печень увеличена Со следами Масштабного Кровоизлияния Первичные признаки Цирроза Так Сейчас посмотрим Сейчас заценим Ну ладно Я идеально там резал На разрезе Видно не только Расширенные вены Но и множество Мелких очагов Кровотечения Честно говоря Учитывая Относительно молодой возраст Это весьма Печальное зрелище Харпер употреблял Столько Столько Алкоголя Что вряд ли Прожила бы Очень долго Печень плотная С характерными Расширениями Вены В общем Цирроз Алкоголика Так Желудок А шприц Шприц Газов Желудок Увеличен Ткани Раздражены Больше Ты ничего Пока не можешь Сказать Препарировать Желудок Так А центрифуга Вот это Вот все Делаем Запах Это то К чему Сложно Привыкнуть Здесь Желудок Заполнен Жидкостью И чем-то Явно Органического Происхождения Возможно Это остатки Еды Так Ну хорошо Теперь Опять Идем Проверять Наличие Водорослей А Ну Нам не надо Брать Это Он Сам Принесет В кабинете Записную Книжку Необходимую Для теста На содержание Так Судор Гинфаркт Наркотики Несчастные Случа Или даже Умышленное Убийство Чтоб Получить Ответ Придется Держать В голове Сразу Несколько Версий Еще бы Ты говорил Помедленней Изучить Все данные Включай Поэтому Собрать Как можно Больше Образцов Итак Последний Образец Тридцать Тридцать Пять Двадцать Пять Тридцать Пять Минут Скорость Двадцать Двадцать Пять Десять Пятнадцать Двадцать 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 Скорость Двадцать Пять Ну Похоже Вот А здесь Тридцать Пять А еще Одна Секция Что А он Считает Что Это Уже Опытно И не Надо Говорить Нормально Там Ненормально Сразу Проверю Образец С помощью Так Там По-моему Три Миллитра Так Образец Воды Из колодца У него И этот Взять Пипетку Установить Объем Три Ну Это Не Так Жидкость Так Результаты Ага Образцы От полиции Из желудка Совпадают Что Что Все Очевидно Я Надеялся На Что Поинтереснее Короче Алкоголичка Упала Просто Головец Желудок Желудок Увеличен Ткани Раздражены Вскрытие Желудка Показал Наличие Жидкости Наряду С Непереваренной Органикой Крови Наркотиков Не Обнаружено Так Трахея Трахея Судя Судя Размеру Внешняя Сторона Так Внутри Гравировка Да Это Кольцо И Это Его Выручальное Дата Та 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 Что Какого Чёрта Это Кольцо Оно Принадлежит Элис Как Оно Он Должно Лежать Дома У Меня Найдите Таблетки Домой Не может Такого Быть Садитесь В машину Отправляйся Домой Надо Дело Доделать Потом Ты будешь Проверять Мистер Ридли Мистер Ридли Ну что Случилось Мне нужно Вернуться Домой Что Сейчас Да Очень Срочно Вы никого Здесь Утром Не видели Может быть Кто-то Странно Себел Тут Никого Не было С утра Кроме Дороти Но Он Заскочил Буквально Минуту Что С тобой Хэнман Да Ничего Спасибо А Труп Я Вернусь И закончу В таком Состоянии Готов Ехать Много Непонятно Это Это Бред Ну я Ставлю Полностью Согласен Где Кольцо Где Оно Да Где Десятка Наша А Кольца Нет Его Здесь Нет Нужно Позвонить Возьми Гребаную Трубку Стивен Джек Что Случилось Они Украли Кольцо Чего Какое Кольцо Ты о чем Эти люди Украли Обручальное Кольцо Которое Принадежало Элис Подожди Ты про Грабителей Ты же Скал Что Ничего Не пропало Да Я Я Я Помню Что Сказал Черт У меня Была Паника Я Мог Просто Не Заметить Это Еще Не Все Да Джек Успокойся Что Еще Произошло Я Нашел Кольцо Сегодня Утром На Работе У Трупов Трахеи Ты Можешь Это Представить Вытащил Кольцо Из Тела Мертвой Женщины Я Не Понимаю Что Тут Происходит Может Кровавый Пит Хочет Отомстить Играет На Нервах Я Ж Знал С самого Начала Знал Что Так И Будет Мне Конец Джек Послушай Постарайся Успокоиться И Не Уходи Из Квартиры Я Приеду Слышишь Какому Безумцу Пришло бы В голову Проворачивать Такое Когда Твою Мать Этот Сраный Ридли Пускает В мор Кого Захочет Ты Что Сказал Стив Стив Мы Смотрели Что Теперь Сесть За Стол Налить Себе Выпить Много Ты все налил Еще Глоточек Да еще Сделай Один Да Да То Что Нужно Спасибо За Совет Господи Господи Влияние И Надо Мусор Вынести Просто не буду Обращать Внимания Ответьте на Звонок Ну что ж Давайте Здесь Прервемся Продолжим Следующей серии Спасибо За просмотр Ставьте лайки Оставляйте Комментарии Подписывайтесь На Канал Ставьте Колокольчик До Встреча В Следующей серии Пока